Нас многократно, я имею в виду наш телеканал, хотели закрыть. И когда выводили санкции по трем телеканалам, там тоже было желание ввести и по четвертому. Но, во-первых, нет ни одного основания раз. Не может существовать никаких доказательств, даже эфемерных, даже приблизительных, которые бы они ввели. И я не верю в глупость. Сейчас скажу и дам своим политическим оппонентам козырь против себя. Но скажу, потому что так думаю. Им невыгодно вас закрывать. Потому что сейчас, когда их будут наклонять, выполнять Минский, и зеленые представители будут бегать по всем телеканалам, а смотрите, на все они забежать не могут. На Украину они не ходят. У Порошенко, ну, там будет понятная линия. Единственный канал, который дает площадку для всех, не проводит никакой политики партии, а действительно работает над выяснением всех политических позиций и поиска оптимального решения для страны, это вы. Закрыть вас – это выстрелить себе в ногу. Кроме того, я думаю, что у них сейчас и так достаточное количество проблем. Ну, а закрыть телеканал еще после того, как человек, который на дверях администрации написал лох, обрисовал всю администрацию, потом то же самое сделал у нас под телеканалом, сделать это с его подачи после регистрации его петиции, ну, я тогда соглашусь надписью на дверях администрации президента, оставившим этим человеком. Это невозможно, это глупо, это нерационально, и это больше повредит, чем поможет. Я понимаю, не любовь к вашей позиции, не любовь к тому, что я говорю, но в ситуации, когда над Украиной собралось все воронье, слетелись ястреби и чувствуют кровь, но это очень глупо, и это, знаете, как это, премия Дарвина, да? Ну, тогда надо подписывать им премию Дарвина сразу. Дуже много и меня, и коллег, да, попереджали, и, в принципе, публично кварталевцы в интервью говорили про это, вот Великий в интервью Бацман говорил, да, что Володимир Зеленский, он очень критично воспринимает не критику, да, а какие-то там образы, жарты про себя. И в какой-то момент квартал, там, навіть перестав жартувати. Так само говорили, что Володимир Зеленский, он не сприймает пости в Facebook негативные, от ломов про себя, на эфирах все, что говорят про себя, да? И, знаете, я иногда делаю, просто передивляюсь, что на каналах наших про Зеленского там говорят. Все эти канали не только працюють, даже никто не собирается их закрывать. Это каналы, которые наложат и Петру Порошенко, да, и там, ну, таке леця на президента. Я зараз не говорю про особисто Зеленского, я говорю про институт президента. Да, все ж таки, поважати институт необходимо, и вы, я дякую вам за это, что вы поважаете институты влади. Без прізвищ, про институты. Да? Да, но претензии до нас. От назвала, я, например, А, Лукаш, назвала депутата від Слугу народу в рамках эфиру дурепою, так нам погрожували дойти до Нацради, закрити нас к чертовой бабушке. Да. Вот это прям, вот просто, знаете, на ревном месте, в рамках демократического суспильства. Я просто не могу зрозуміти, как в голове это изменять. Если у тебя на Ютубе, ты там хаешь Зеленского, можешь для всего, что угодно. Тебе закриют, но закриют, это твои проблемы. Про национальное телебачение, про ЗМИ я говорю. Вот как можно так принимать? Максим, я сегодня посмотрел, какое обращение записали ведущие вашего телеканала на пяти языках. То, что вы наблюдали здесь 2 февраля, да, и два дня до, и после, ну, это невозможно во всем цивилизованном мире. Вы слышали хоть одну обеспокоенность или одно заявление носителей европейских ценностей, по слов G7, ни одного. Несмотря на то, что я знаю, юристы телеканала написали к ним обращение. Когда в банке, помните, на журналистов радио «Свободы» что-то там не дали записать, целый посол, целый Вашингтон там говорил, что это недопустимо, свобода слова. Максим, мир двуличен, мир инструментален. Они преследуют свои интересы и защищают свои инструменты. Петр Порошенко – это инструмент. Если вы помните, Байден ему рассказывал, насколько повышать тарифы, каких генпрокуроров увольнять, как поступать и кто должен проводить у нас реформу. Поэтому это все пальцы одной руки. Они все попали в зависимость, я не знаю, от Вашингтона, Лондона. Поэтому они друг друга укусить не могут, они друг друга ненавидят. Но каналы Порошенко – это тоже радио «Свобода». Поэтому, как бы они не поливали грязью президента, они проводят ту информационную политику, которая выгодна коллективному Западу. Вы ставите под вопрос, а политика коллективного Запада выгодна Украине, или она нарушает наши национальные интересы. И это Ваше самое главное преступление. Потому что Вы критично мыслите, потому что Вы защищаете интересы наших граждан. Вы же не свои рабочие места защищаете. Вы защищаете людей. Потому что информационная, на самом деле, повестка в стране должна быть честной. Иначе нами будут манипулировать, и нас всегда будут использовать. Продолжение следует...